Вот и наступил 2021 год, и его начало было крайне богато на события. А что же будет дальше? Всем привет! Это Форк Ньюс, меня зовут Ефа, поехали! Помните смелый прогноз от Джона Макафи? В 2017 году он пообещал съесть свой собственный пенис, если цена биткоина не достигнет 500 тысяч долларов к концу 2020 года. Позже он повысил ставку до 1 миллиона долларов. Как вы могли заметить, цена биткоина так и не достигла отметки в 1 миллион долларов. Да и Джон Макафи свое обещание не выполнил. По крайней мере, публичной информации об этом нет. Зато есть твит, где в январе 2020 Макафи называет биткоин настоящим щиткоином и мягко намекает, что не будет выполнять свое обещание. А уже в мае 2020 Джон публично отказался от своих прогнозов, назвав свои высказывания шуткой, иронией, сарказмом, потехой. Пусть даже цена биткоина и не достигла 1 миллиона долларов, но первая криптовалюта начала год с впечатляющего роста. 8 января цена биткоина преодолела отметку в 41 тысячу долларов, установив новый исторический максимум. Тем самым за 2021 год рост первой криптовалюты составил почти 38%. А какие ваши прогнозы? Увидим мы с вами цену 50 тысяч долларов? Если да, то когда? Или впереди только мрак и падение? Пишите свое мнение в комментарии. Крупнейшая американская биткоин-биржа Coinbase приобрела сервис Roadfire, специализирующийся на исполнении крупных сделок в криптовалюте. Roadfire – проект, который разрабатывает ориентированные на институциональных инвесторов решения, позволяющие быстро исполнять крупные ордена с минимальными издержками и незначительным влиянием на цену активов. С новым приобретением Coinbase рассчитывает расширить брокерское направление деятельности компании. Сумма сделки не называется. Один из пользователей Reddit восстановил утраченный несколько лет назад доступ к кошельку со 127 биткоинами. Об этом говорится в сообщении в сап-реддите Bitcoin. Автор поста под псевдонимом Bitcoin Holder Senkyo заработал биткоины примерно в 2011-2012 году на просмотре видео и выполнении заданий, но потерял приватные ключи от кошелька. Доступ он восстановил только в декабре 2020 года. «Всю следующую неделю я выяснял, как безопасно и надежно вывести такое большое количество биткоинов», написал биткоин-холдер Senkyo. Он продал 127 биткоинов по цене 33 439 долларов за монету. Чистая прибыль составила 4 240 000 долларов. Глава Ripple Брэд Гарлингхаус ответил на вопросы касательно иска комиссии по ценным бумагам и биржам США. Он подчеркнул, что компания не бросит попыток уладить противоречия с новым руководством ведомства вне суда. Но на вопрос, платила ли Ripple биржам за листинг XRP, Гарлингхаус уклончиво заявил, что 95% токенов торгуются за пределами США и у компании нет влияния на листинг или владельцев. Он также указал на то, что американские биржи не проводят делистинг, а приостанавливают торги, страхуя свои риски. Гарлингхаус признал, что Ripple субсидировала клиентов платежной сети на базе XRP, но подчеркнул, что это совершенно законно и так делают все платежные компании. В ближайшее время компания подаст официальный ответ на иск. По словам Брэда, акционеры, конечно же, полностью уверены в позиции Ripple, а Тетрагон, которая потребовала немедленного погашения привилегированных акций, недобросовестно воспользовалась ситуацией. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях, а также обязательно нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мы с вами скоро увидимся, пока!